Кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван, приветствуем вас в нашем эфире Доброе утро студия, доброе утро телезрители Доброе утро Итак, несмотря на санкции, ограничения, Россия все равно каким-то образом закупает, получает технологии, комплектующие И очень много их из Америки Как с этим бороться? Что делать? Что делается в этом направлении? Каких результатов возможно ждать в ближайшем будущем? На самом деле, вот эта война полномасштабная, которую начала Россия против Украины Она, помимо прочего, продемонстрировала неэффективность, вернее, недостаточную эффективность санкционного механизма То есть, теоретики санкционного давления думали, что вводятся санкции и это дает эффект На практике оказалось, что как только вводятся санкции, моментально находятся возможности обхождения этих самых санкций То есть, элементарно Нельзя продавать в России определенный товар, но можно продавать в третью страну, а третья страна продает его России Вот и все То есть, санкции, по сути, не срабатывают, потому что страна, которая продает товар не России, продали не России Значит, все, на этом забыли историю А то, что третья сторона передает России, здесь уже не отслеживается Что надо делать? Надо делать то, что, в принципе, уже частично сделано в последних пакетах санкций По крайней мере, если мы говорим о Европейском Союзе, это, ну, тринадцатый он более такой символический в честь второй годовщины войны Там больше физические и юридические лица А вот предыдущие два, одиннадцатый, двенадцатый, это уже частично продемонстрировали шаги То есть, в одиннадцатом пакете, напомню, был запрет транзита территории России под санкционных товаров Это убрало схему, по которой Россия могла открыть, допустим, в Казахстане некую фирму Которая закупала под санкционные для России товары И эти товары транспортировались с территории России, но до Казахстана они не доходили, они оставались в России А фирма, поскольку создана была русскими, она, соответственно, говорила, что, ну, товар получен, все нормально Одиннадцатый пакет убрал эту возможность Двенадцатый пакет убрал еще более интересное ограничение Согласно которому Компании, когда заключают контракты о продаже под санкционных для России товаров Должны включать в этот контракт пункт О том, что товары не для реэкспорта в Россию, там, Беларусь То есть, получается, что уже есть вот эта возможность Еще уменьшить обхождение санкций Это не означает, что они на 100% будут уменьшены То есть, определенные компании могут Включать эти пункты и не соблюдать их Но далее уже, я думаю, следующие пакеты будут уже ужесточение Наказания за несоблюдение этого пункта санкций Далее, то, что Соединенные Штаты Америки сделали еще в декабре Это указ Байдена о том, что финансовым учреждениям во всем мире При расчетах с подсанкционными особами из Российской Федерации Необходимо, скажем так, учитывать тот факт, что если они не проведут дополнительные проверки Являются ли эти люди под санкцием или нет Этим финансовым учреждениям запретят использовать денежную единицу Соединенных Штатов Америки и доллар США Учитывая, что примерно 43% мировых расчетов производится в доллар США То это достаточно будет большой удар И мы видим, как вначале Турция, а затем и Китай Уведомляли Россию о том, что будут проблемы с сотрудничеством Поскольку надо тратить время на эти проверки, и это тоже сложности И вот эти все по мелочам, казалось бы, но очень важное дополнение к санкциям Контроль за соблюдением санкций В итоге и они должны, ну если уж не на 100%, то существенно ограничить возможность России Получать вот эти самые комплектующие, которые производятся на Западе Иван, и вот The Washington Times пишет Такое расследование, они сделали 4 компании, которые занимаются производством технологий Они прекратили напрямую работать с Российской Федерацией с 24 февраля 2022 года Но они все равно торгуют и нашли обходные пути через Армению, Финляндию, Грузию, Казахстан и Турцию Причем цифры, которые указываются, они колоссальные Я процитирую, резкий рост экспорта этих 4 компаний Включает экспорт в Казахстан, который увеличился почти в 1000 раз с 2021 года по 2022 В Грузию более чем в 34 раза, а в Армению более чем в 28 раз Скажите, пожалуйста, можно ли говорить о том, что сейчас появилась необходимость Обратить особое внимание на вот этих посредников, на те страны, которые могут стать удобной площадкой Скажем, складскими помещениями для Российской Федерации Которая потом берет эти товары и строит, лепит новые ракеты Которыми, мы видим, убивают людей, как это было в Одессе, например Безусловно, я напомню, что где-то примерно еще между 11 и 12 пакетом Напомню, там полгода прошло, были в Европейском Союзе дискуссии Касаемо того, что надо контролировать изменение торговли всех стран мира с Российской Федерацией Русула фон дер Лайн, она прямо заявляла о том, что надо ввести следующие санкции Что если будет установлено, что отдельная страна, третья страна, назовем это так Резко увеличила торговлю с Российской Федерацией, а именно экспорт нее под санкционы для нее товаров Это должно закончиться тем, что продажи этих товаров в эту страну будут запрещены То есть, по сути, пока это было только на уровне высказывания Но я ожидаю, что все-таки в течение первой половины текущего года Будет материализация вот этой фразы Русулы фон дер Лайн И действительно можно будет следить за тем, как страны, скажем так, изменили свои торговые потоки с Россией Если будет установлено, что был зафиксирован рост существенный Причем поставок в Россию товаров, которые, скорее всего, эти страны не производят То есть, мы и про Армению говорим, и про Казахстан, и, я думаю, и другие страны Те же Мальдивские острова, надо вспомнить, которые существенно увеличили экспорт в Россию микрочипов Хотя Мальдивские острова не производят микрочипы, но там они стали важным поставщиком в Россию этих товаров То есть, это означает, что это, по сути, обхождение санкций Это организация так называемого параллельного импорта И в случае, если будет механизм, что зафиксирован резкий рост поставок в Россию этой продукции И, скорее всего, эта продукция не из страны, которая поставила их в Россию То должны быть санкции на эту страну Я понимаю, что это может увеличить список стран, которые будут под санкциями Но, с другой стороны, это будет мотивация этим странам не попадать в этот список Соответственно, не продавать ничего России, что, безусловно, позитивно скажется на эффекте работе санкций Иван, на днях Путин обратился с посланием ежегодным к федеральному собранию Вот там очень много всего наговорил об экономике Очень много такого, что противоречит в каких-то местах здравому смыслу В каких-то вещах фактам общеизвестным Либо, возможно, у нас разные факты Давайте разберемся Вот Путин четко заявил, что в прошлом году российская экономика росла сильнее остальных экономик мира Плюс он заявил, что в ближайшее время российская экономика войдет в четверку крупнейших в мире А мы тут говорим про санкции, про то, что у них там все плохо Как-то вот нестыковка, объясните почему Можно ли это объяснить все просто тем, что Путин готовится к выборам И традиционно перед выборами врет с три короба Либо есть какие-то объективные основания утверждать так Знаете, когда была прямая линия Путина Был вопрос, который вывесили даже на экран Что удивительно, видимо, недосмотрели люди, которые отвечали за вот эту составляющую прямой линии Путина Там был вопрос, как нам оказаться в той реальности, в которой находитесь вы И, по сути, этот вопрос много чего объясняет Потому что Путин живет в реальности, в которой ему создали его, скажем так, его окружение Его экономические советники, которые в любом авторитарном режиме В первую очередь боятся за свои головы Поэтому они готовы давать неправдивую информацию, объяснять ее как-то И ложить на стол первому лицу, то есть Путину И он, соответственно, ее зачитывает И он в полной уверенности, что Россия там одна из ведущих экономик мира На самом деле, по поводу вот этого места России и мировой экономики Откуда взялось такое высокое место? Это использование паритета покупательной способности Паритет покупательной способности – это такая специфическая экономическая категория Да, ее иногда используют, но она, мягко говоря, не очень верна Я напомню, во времена Советского Союза На полном серьезе советские экономисты утверждали, что курс американского доллара К российскому рублю, но, если не ошибаюсь, за 1 доллар 69 копеек или около того давали И говорили, что мы сравнили стоимость кепки в Советском Союзе и стоимость кепки в США И, исходя из вот этого соотношения стоимости кепки Мы пришли к выводу, что курс такой-то Но на самом деле это не объективный показатель И в данном случае все то, что касалось экономики у Путина Но это, скажем так, опять вернусь к вопросу, который был на его прямой линии Что это параллельная реальность Это реальность, которая, как ему кажется, так есть Ну, я не думаю, что его советникам-то кажется Я думаю, что там советники прекрасно все понимают Но они также понимают, что жизнь дороже всего Поэтому они, соответственно, и не расстраивают Путина С реальным соотношением дел и пониманием того, что даже сейчас перед выборами Которые, напомню, будут 17 марта в России Там стараются удерживать экономику И при этом многие, даже российские экономисты, говорят, что есть опасения того, что ресурсов хватит до выборов А после выборов жизнь продолжается Но вот это как раз там и не учитывал Лидер большинства в Сенате Чак Шумер Сказал, что он гордится тем, что американское правительство Я зацитирую Сохраняет работу без сокращений и ядовитых пилюль То есть вот таким образом Конгресс согласовал бюджет США До конца финансового года До 8 марта должны будут проголосовать его Хочется теперь понимать Следующий шаг будет помощь Украине В марте успеют, либо будут опять оттягивать? Знаете, строки, которые я сегодня ночью буквально слышал Уже называют середину марта Чтобы в середине марта помощь Украине будет Просто потому, что есть определенное давление и на спикера Джонсона И, собственно, и Трамп, который во многом это давление оказывал Чтобы не давать помощь Украине Сейчас он немножко меняет свою позицию Потому что есть определенные, опять-таки, замеры мнений США И мы видим, что даже эта ночь продемонстрировала, что вот, пожалуйста, Ники Хелли Впервые выиграла праймарис у Трампа Причем в округ Колумбия Напомню, что это столица Соединенных Штатов Америки Город Вашингтон находится там То есть уже в звоночке того, что та политическая линия, которой придерживался Трамп Она уже, мягко говоря, не поддерживается большинством Соответственно, для того, чтобы вернуть себе предрасположение большинства Надо менять что-то в своих подходах И, похоже, что предоставление помощи Украине Это один из элементов будет Соответственно, я жду, что в середине марта будет проголосовано Может, урезанная, но, тем не менее, помощь Украине Там гуманитарные вопросы, насколько я понимаю, убрали А военная помощь, безусловно, будет Мы тоже этого очень ждем И, конечно же, будем следить за событиями, которые разворачиваются в Америке Там действительно сейчас уже говорят о том, что будут новый пакет этот разрабатывать Обсудим это в следующий раз Спасибо вам большое за это включение Иван Нус, кандидат экономических наук, аналитик, обозреватель был с нами на связи Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры Freedom of Telegram, только проверенная информация Обязательно подпишитесь Будьте в курсе всех событий Ссылка на наш Telegram в описании